Друзья, приветствую! Виталий из Томской области, прислал образцы масла Автобакс 020, шестой лесак, свежая и отработку с пробегом 5,5 тысяч километров. Сейчас покажу вам описание от Виталия. Это Mazda 6 2016 года с двухлитровым бензиновым атмосферным мотором 150 сил. Пробег на автомобиле 125,5 тысяч километров, на масле 5,5 тысяч километров, при средней скорости 26 километров в час, 211,5 моточасов. Ну и топливо используется Газпромовская 98-й и 100-й Роснефть, 100-й бензин. Так, вот я показал вам, значит, записал я данное масло и посмотрите, на что оно похоже. Максимальное совпадение с Такаямой 530-С3 на 99%. Ну, достаточно такое хорошее совпадение, скажу. Значит, так, пример такой можно привести, что масло Тойота и масло Лексус тоже на 1% друг от друга отличаются. То есть там, насколько я понял, что разные производители. И, в общем-то, одна рецептура, ну, похожая рецептура, но чуть-чуть разные нюансы. Ну, процент – это достаточно хорошее совпадение. Ну и далее уже все по убыванию идет. Так, следующий скрин позволит оценить базу. Ну, так, смотрите, значит, данное масло – это красная линия. И смотрим, что самое высокое содержание ПАО из данных конкурентов 20-к у нас Лукойл Дженезис Армартек Герман Кар. Смотрите, вообще хороший уровень. На втором месте Портнамбер 710, Спирит 020 тоже присутствует ПАО. И на третьем вот данный Автобакс. Здесь, похоже, тоже есть ПАО, но небольшое количество. Ну и внизу тут у нас располагаются Лукойл, SPX и масла Тойота и Лексус. Они, видите, по базе очень похожи друг на друга. Они самый низкий уровень демонстрируют. Самый низкий уровень синтетичности демонстрируют. Так, переходим к следующему скрину. Ну, здесь можно оценить пакет. И что мы видим? Значит, смотрите, Тойота и Лексус. Аналогичные по пакету, по добавлению эстеров. Выделяется, опять же, смотрите, Портнамбер 710. У него самый высокий из представленных конкурентов уровень эстеров. И субцинемидов неплохо. Так же, как примерно в Дженезис Армартек Герман Кар. Удивительно, у Армартека, у Джесси Лукойла, самый высокий процент ПАО, но не докладывают эстеров. Такое непонятное решение. Мне кажется, если бы добавили эстеров, было бы вообще, компенсируя некоторые недостатки ПАО, было бы вообще супер. Так, данные по-свежему. Вот, значит, образец Автобакс 0,20. И давайте посмотрим. Так, окисление нитрования. Окисление 6, нитрование 3 с копейками. Но видно, вот по этим низким уровням видно, что тут такой, как бы, ослабленный пакет. Чем больше компонентов, тем выше эти значения чаще всего. Так, противоизносных присадок неплохой уровень. 1,32. Такой крепенький, я бы сказал. Фенольных антиокислителей капелька. 12 сотых. Аминных 73. Ну, так, средний. Щелочное 6,08. Слабовато, мне кажется. И также по кислотным 1,38. Тоже невысокий уровень. Ну, это кислотное, это плюс. А щелочное, как бы, слабовато. Так, вязкость 8,81. Типичная для... Ну, нетипичная. Соответствует двадцатке. Так, и переходим к отработке. Значит, опять же, образец Мазда. Два ноль. 211,5 муточасов. По бензину 1,38. Удивительно. Оказывается, существует Мазда и с меняемым уровнем топлива в масле. Окисление нитрования постепенно нарастает. Значит, на 10 с копеечками процентов сработались противоизносные. Мне кажется, это говорит о хорошем состоянии мотора. Низкая сработка противоизносных. Фенольных нет, антикислителей. Аминных 56%. Еще остаток нормально. Так, щелочное 4,56 и кислотное 2,41. Да, еще есть запас по моющим, нейтрализующим свойствам. И 7,78 рабочая вязкость просила, да, на 1 сантистокс, 7 сотых воды и 3 сотых сажа. Ну, видимо, это зимняя эксплуатация. И вода, и сажа похожи на последствия зимней эксплуатации. Сейчас покажу вам, как выглядит просадка на 1 сантистокс на 20-ке. Так, свежая отработка. Да, мы видим. Значит, масло в допусках. Отлично для Мазды. Вообще супер. Но примерно на 2,3 сработал. Сработал. Все же подходит к желтой зоне. Но, тем не менее, масло еще соответствует критериям, требованиям к вязкости. Ну, и здесь можно посмотреть прогноз. Значит, по моющим, нейтрализующим свойствам почти 290 часов. Совсем неплохо. 7,5 тысяч километров. Высокий уровень, кстати, нейтрования. 922 прогноза. Обычно это в районе 700 часов. Скорее всего, обороты, средние, скажем, обороты не очень высокие. Ну, такой щадящий режим эксплуатации. И 360 моточасов по вязкости. Ну, совсем даже неплохо. Я думаю, что такой результат достойный для Эльсака 6. Ну, здесь заслуга, мне кажется, все-таки небольшого количества пау и исправного мотора. Да, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. На чем я закончил, да. Неплохо, на мой взгляд, отработало. Казалось бы, такое не очень крепкое масло по компонентам. Но, тем не менее, отработало неплохо. Благодарю Виталия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.